всем кто видел мой последний пост в инстаграм где я выложил как девочка делает румынскую тягу и предложил подумать над тем какие ошибки она совершает какую самую главную ошибку она совершает так вот румынская тяга многие ее еще называют тягой на прямых ногах что я считаю безграмотно потому что многих новичков это сбивает с толку никогда нельзя делать румынскую тягу на полностью выпрямленных коленках если вы хотите уберечь свои коленные суставы это не нужно во первых во вторых самая большая опасность в этом приходится именно на поясничный отдел позвоночника на тот его сегмент который чаще всего и травмируется поэтому всегда делайте румынскую тягу на слегка согнутых ногах это первое второе румынская тяга всегда делается как и становая тяга гриф скользит по ногам вот это и была основная ошибка на фотографии девушка довольно таки симпатичная но в нижней точке держит штангу сантиметров в двадцати от ног что является большой большой ошибкой как вы думаете почему все потому что как в румынской тяги так и в гудмонингах наклоны со штангой на плечах многие думают что это наклоны и начинают естественно движение с наклона на самом деле эти упражнения нужно было назвать по-другому отведение ягодичных мышц таза попы назад движение должно начинаться с того что вы отталкиваете себя руками грифом от штанги назад как будто хотите проломить попой пол или оттолкнуть кого-то извиняюсь не пола стену вот представьте вы стоите у стены спиной и вам нужно ее проломить вот тогда движение получится четким правильным а те кто начинают движение с наклона естественно штанга у них отдаляется ее сложно удерживать возле ног если у вас штанга на протяжении всего движения не может быть прислонена к ногам значит вы неправильно выполняете движение значит вы неправильно стартуете обращайте на это особое внимание лопатки держите всегда вместе собранными и еще не нужно очень сильно наклоняться достаточно до середины голени и не нужно вот этого беспонтового распрямления полностью еще когда выводится таз вперед якобы дополнительно напрягает ягодицы этого тоже не нужно оставайтесь в легком наклоне тогда вы будете постоянно постоянно держать ваши ягодичные мышцы в напряжении вам не нужно будет дополнительно их напрягать и вы не будете переносить вес на суставы на позвоночник что тоже не есть хорошо мышцы все равно расслабляются когда ноги полностью выпрямляются нам этого не нужно следующий вопрос насколько нужно чтобы коленки были согнуты коленки должны быть согнуты слегка но степень на согнутости угла в коленке зависит естественно от вашей растяжки от того насколько вы растянуты вот тоже делаете выводы из этого растяжка нужна нам всем просто как воздух если вы не можете даже в таком движении удерживать коленки более-менее прямыми условно да они все равно должны быть слегка согнуты то это говорит о том что у вас очень плохо обстоят дела с растяжкой это не есть хорошо не нужно очень быстро опускаться то есть штангу нужно опускать силой мышц точно так же как вы ее поднимаете поднимать можно немножко быстрее но движение вниз когда вы убираете попу назад и пошел наклончик то есть за счет того что вы убрали ягодицы назад может быть даже сместили не может быть а сместили центр тяжести со всей стопы на пятку носки иногда даже могут немножечко отрываться это не страшно и под контрольным движением опускаете мышцами штангу вниз запоминайте это не за счет силы тяжести вас придавливает к полу нет точно так же как вы напрягаете свои мышцы для того чтобы поднять штангу точно так же нужно напрягать мышцы и за счет мышечного напряжения опускать ее вниз запомнили да медленно вниз побыстрее вверх перед тем как делать наклон вдохните вам легче будет удерживать поясничный отдел ровным естественно желательно не смотреться в зеркало потому что вы будете как раз таки выгибать шею шея в идеале должна быть прямым продолжением позвоночника чтобы опять-таки не получить травму не получить никакого защемления для этого нужно выбрать на стене одну точку примерно на уровне груди может чуть ниже и следить за тем чтобы ваша голова не запрокидывалась назад что часто очень часто мы видим как выполняют другие люди румынскую тягу румынская тяга очень хорошо работает после приседаний после того как вы глубоко по приседали поработали очень продуктивно поделать именно румынскую тягу со временем когда вы научите сделать румынскую тягу когда ваши мышцы окрепнут когда вы будете чувствовать технику только тогда и это где-то уже через год-полтора можно переходить и к гудмонингом наклоном но тоже повторяюсь тот кто делает это упражнение не пусть вас слове в названии слова наклон не сбивает с толку это не наклон друзья это уведение таза назад и за счет этого должен получаться наклон а не наоборот пробуйте для этого я постоянно вам говорю рекомендую снимать себя со стороны на видео с разных сторон с разных углов поверьте когда вы будете зная всю теорию всю теоретическую базу техники любого упражнения и когда вы будете видеть себя со стороны ни один тренер вам так не поставит технику как вы сами себе ее поставите это просто идеально чтобы к примеру вам тренер не говорил во время выполнения или после того как вы закончили упражнение или перед упражнением пока ваш мозг не увидит как вы это делаете у вас будут большие проблемы с техникой если они есть мозг как бы программируется что ли сложно объяснить это но когда вы собственными глазами увидите то что вы делаете ваша техника изменится лучшему в разы в десятки а то и сотни раз никогда не пренебрегайте этим методом так что друзья вот как то так такой коротенький ликбез по румынской тяге самое главное что сохранять все естественные изгибы прогибы позвоночника шея чтобы было прямым продолжением позвоночника голова чтобы не запрокидывалась и штанга всегда скользит по ногам не нужно очень глубоко опускаться точно так же как и не нужно полностью распрямляться и естественно медленно вниз негативная фаза у нас всегда замедленная и мощно хорошо вверх для девчонок двенадцать-пятнадцать повторений в подходе в этом упражнении будет самым хорошим диапазоном повторений 3 5 подходов после приседаний ну что друзья пишите ваши вопросы какие у вас есть в комментариях в стационарном посте здесь в инстаграме или на youtube а все видео с прямого эфира инстаграма я выкладываю на youtube тот кто что-либо не успел посмотреть обязательно заходите на мой канал heavy metal gym каналу уже пошел пятый год чему я сам очень сильно удивлен спасибо что смотрите спасибо что поддерживаете лайками спасибо тем кто пишет конструктивную критику пусть даже ставит дизлайки это не страшно это наоборот все равно помогает каналу продвигаться продвигаться это помогает мне развиваться больше не стоять на месте и самое главное давайте давайте друзья делать канал интерактивными особенно обращаюсь к хейтерам троллям моим снимите друзья видео я вот постоянно говорю обещаю в прямом эфире перед всеми зрителями что я выложу ваше видео с конструктивной критикой без оскорблений где вы скажете в чем я не прав почему не прав и как должно быть если вы этого не можете вы просто обычный тролль хейтер жопе и это касается всех каналов не только моего так что друзья всем хорошей мышечной массы сухой и силы без травм увидимся как всегда в тренажерном зале берегите себя